Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу начать небольшой цикл разговорных видео и рассказать вам о том, как я оказался на учебе в мореходном училище, а также, если получится, а я уже вспомнил некоторые истории, то рассказать про свою первую практику, будучи учась в мореходке. Еще, учась в школе, я никогда не думал, что я буду работать в морях, вообще никогда не грезил, я даже не знал, до 9-го, до 10-го класса почти не знал, где располагается Архангельское мореходное училище в городе Архангельске. Я слышал о нем, но я даже не знал, где оно располагается. То есть, какие планы у меня были в школе? То есть, скажу сразу, что хотел я быть водителем, идти по стопам своего отца, но не в том плане, что водителем вот здесь вот, и в частности, а хотел, грезил об заграничных рейсах. То есть, тогда, я не знаю, как сейчас, но тогда существовала такая компания, как Soft Transavto. То есть, все мысли были направлены на работу туда. То есть, и будучи общаясь с кругом друзей, знакомых моего отца, это, естественно, тоже мужики, зубры, водители, с их рассказов, с рассказов отца, с их опыта, я уже, в принципе, накидал себе план, что нужно делать и как нужно стремиться к своей цели. То есть, естественно, я заканчиваю школу, заканчиваю школу, то есть, это получается 89-й год, это 6-й класс. То есть, в 90-м году, в 7-м классе, я уже плюс-минус точно знал, что мне делать, как делать, чтобы добиться поставленного результата. Вот, соответственно, что у меня, какие планы были. То есть, естественно, школа, комсомол, плывем потихонечку, не падаем вниз. Был я как бы не отличником, но и плохо не учился. Так, 4-3, почему бы и нет. То есть, что дальше? 9-й класс, ну, естественно, наши родители заканчивали 8 классов или кто-то 10 классов. Мы уже с 4-го перескочили в 6-й, получается, сразу. И нужно было закончить 9 классов. И, естественно, поступать сразу нужно было на среднее специальное образование. То есть, я уже знал, что я буду поступать в лесотехнический техникум на техника, механика, автомобильного транспорта. Никаких автошкол ДСААФ, никаких ПТУ, ГПТУ. То есть, не надо никаких тернистых путей. Сразу идем на среднее специальное образование. Все это было четко для себя, для меня регламентировано. То есть, соответственно, будучи участь в техникуме, нужно было вступить в комсомол, в значок, все дела, членские взносы. Дальше, после окончания техникума, служба в армии. И потом, либо в рядах армии, либо дальше уже на работе, нужно было вступить в партию. Потому что партийные, только партийных выпускали за границу. Соответственно, страна у нас еще была тогда на социалистических рельсах, на коммунизме. Никто, в принципе, кто-то может и представлял, но также мы в основном, масса жила мыслью, что как бы, ну вот, социализм, коммунизм и все как бы, как это вот, что может измениться. То есть, какие-то изменения в стране происходили, но чтобы вот так вот кардинально поменялся целый строй в стране, то есть, этого никто, в принципе, не ожидал. Вот, ну, в принципе, одно другому не мешает. Вот, капитализм, социализм, оно поставленным целям и задачам не мешает. Поэтому закончил 9 класс, поступаю я в лесотехнический техникум, но немножко все оказалось не так прозаически, не так все просто. Как бы все вроде готовился, готовился все, подготовительные курсы туда-сюда. Но я не очень хорошо сдаю экзамены, то есть, я сдал экзамены и с уверенностью, что я там поступил более-менее, я уезжаю в деревню на учебу, ой, на учебу, на отдых в деревню. В то время, как мои друзья, с кем я поступал там, со двора, с класса, они тут болтаются, трутся в городе, по дворам. И как их там нашли с техникума, то есть, их вызвали, они успели во время летних каникул переписать заявление, тоже не очень хорошо, не очень хорошо сдали экзамены, поступили они, переписали заявление, поступили они на техников и электриков. Вот, приехав в конце лета в родной город, я узнаю об этой ситуации, естественно, я расстроился, потому что все равно ты же, ты же заканчиваешь 9 класс, ты же поступаешь, ну, чтобы поступить, а не провалиться. Это мать меня в охапку, и вместе с ней едем в техникум, но уже было поздно, и поэтому, поэтому я не поступаю. Скажу сразу, что я, забегая вперед, очень сильно не жалею, что я туда не поступил на это образование, на электрическое, потому что эта тема, она не моя, от слова абсолютно, то есть, я никак не жалею. Соответственно, чтобы не терять время, я иду в 10 класс, то есть, меня берут, скажем так, берут 10 класс. В 10 класс я, скажем так, прямо отсиживаю, то есть, начав учиться сентябрь-октябрь, у нас двое ребятишек с класса поступило в мореходку, так как мы продолжаем общаться, мы там дружили, они все это в красках мне расписывают, что такое мореходка, какая-то романтика, моря, моря, траля-ля, загранка в будущем. И я просто загораюсь идеей поступления в мореходное училище, то есть, это 93 год, 10 класс, осенние подготовы, подготовительные курсы, потом после Нового года, 94, весенние подготовы. И, соответственно, плохо отучившись в 10 классе, мне попросили сдать 5 экзаменов, я сдавал, вместо там скольки-то положенных, но я их сдал, был переведен в 11 класс, но я сдал экзамены. Я выбрал для себя специальность, на которую я поступал, измерил свои силы, сдал экзамены и поступил я в Архангельское ордено Трудового Красного Знамени, ордено Ленина, мореходное училище имени капитана Воронина. В августе мне день рождения, 16 лет, и я начинаю учиться в мореходном училище. Вот такой вот путь, то есть, изначально я, как в видео была интрига, кто-то, может, подумал, что я изначально мечтал с детства быть моряком. Нет, с детства я не мечтал быть моряком, я даже не знал, где мореходка расположена. Я был у знакомых отца на судах пароходства, в гости приходил, экскурсии водили, мне там что-то показывали, я слышал, так как живя в городе моряков, рыбаков и полярников, я слышал об этой профессии, об этой мужественной профессии, романтической. Но меня это вообще не цепляло никак, и захотел я только стать уже в 10 классе. Вот реально, после рассказов, вот друзей, да и то, они не моряки, они просто поступили первый курс, курсанты, они даже, они школьные дисциплины еще изучали, как бы, но вот эта вот романтика уже мореходного училища, вот эта казарма, там, полумрак казарм, все прочее, там, отношения с товарищами, наряды, там, все прочее, самоволки. То есть, на меня это как-то повлияло, я себе что-то сказал, четко я себе сказал, что я все, я поступаю туда, подготовительные курсы, первый, второй, и я поступаю. То есть, в 94-м году я поступаю в мореходку и начинаю учиться. Не знаю, как это вот сказать, но я, как говорится, всегда благодарен всем силам, что я туда поступил, что этот путь я выбрал. То есть, я нисколько не жалею, ни о чем не жалею, что отучился и работаю по специальности. Вот такой вот небольшой рассказ, такая вот отсебятина. Спасибо, что послушали, посмотрели. Насколько я понимаю, были вопросы, насколько я помню, были вопросы по этой теме. Поэтому тут ходить, бродить, рассказывать, я решил просто сесть и в статическом режиме, в статической форме рассказать о себе, как все начиналось. Поэтому дальше буду продумывать другие истории про плавпрактику, про первую. Недавно вспоминал сам, ну как, саму вспомнилось, было интересно, улыбнулся. И думаю, что в скором времени поделюсь с вами своими историями из, скажем так, из первого морского опыта. Ну, на этом все, буду заканчивать. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, что, может быть, еще хотели бы услышать. Кто впервые присоединился к каналу, вышел на канал, подписывайтесь, жмите колокольчик, будьте в курсе новых видео, особенно прямых трансляций. Все, всем спасибо, всем пока.